Девушки отдыхают В настоящий момент в городе развернуто 665 коек для лечения больных с COVID и подозрением на COVID. Также в эти койки входят и детские 69 коек, и 50 коек, развернутых для беременных женщин города и области во втором роддоме. В настоящий момент решается вопрос по организации 8 больницы, тоже ковидного госпиталя на 90 коек. Это входит в план развертывания дополнительных коек по лечению COVID. Также в еврейской больнице сейчас идут работы по подключению к кислороду, кардиологического отделения дополнительных кислородных точек, и там тоже будет развернуто 55 коек. Это касается ближайших планок. В дальнейшем мы будем рассматривать и другие отделения для перепрофилирования в случае необходимости. Вопрос по обеспечению медицинских работников дополнительным финансированием согласно постановлению Кабинета министров 300% решается во всех больницах. Также для врачей, которые, медицинских работников, которые работают на COVID, организовано горячее питание. Если наши медицинские работники переболели COVID, то им выписывается материальная помощь в размере 10 тысяч. Это касается не только медицинских работников городской системы здравоохранения, а всех учреждений здравоохранения, которые находятся на территории города. С 8 октября в городской клинической больнице номер 10 открыто отделение, которое будет оказывать медицинскую помощь пациентам, больным коронавирусной болезнью COVID-19. Для этого перепрофилировано 60 коек, 40 терапевтических и 20 практологических, и развернуто специально ожоговый корпус нашей больницы для того, чтобы обеспечить полный инфекционный контроль над этими пациентами. Ожоговый корпус переведен все пациенты в основной корпус и продолжается прием ожоговых больных, отделение которого развернуто на высвобожденных койках из-за перевода данных коек в этот корпус. Корпус рассчитан так, что он может обеспечивать полный инфекционный контроль. Все помещения разделены на красную, желтую и зеленую зоны. Зеленая зона там, где персонал отдыхает и принимает пищу и проводит какие-то медицинские записи. Красная зона имеет отдельный вход приемного покоя, через который поступают пациенты в изолятор, затем лифтом поднимаются на второй и третий этаж, где развернуто 60 коек инфекционного профиля и 15 блока интенсивной терапии, где пациенты получают соответствующую медицинскую помощь. Буферная зона, так называемая переходная или желтая, оснащена специальными боксами, которые обеззараживают. Установлено два бокса, которые обеззараживают сотрудников, которые переходят из грязной зоны. Также есть установка ультрафиолетового облучения для того, чтобы обеззараживать передающиеся документы из красной зоны в зеленую. Персонал полностью обеспечен питанием, для этого выделены дополнительные средства. И четырехразовое питание организовано для всех сотрудников данного отделения. Врачи полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Для этого больница закупила большой запас этих средств. Это полный состав защиты. На данный момент при учете полной загрузки у нас есть месячный запас данных средств. И проблем и дефицита в этом не имеется. Перспектива заполнения пациентов состоится из коморбидных состояний. То есть наше отделение будет рассчитано на прием пациентов с сопутствующей патологией, учитывая наличие многопрофильных специалистов, которые также будут посещать и помогать в лечении данных пациентов. Уже находятся в отделении на данный момент 10 пациентов, которые получают соответствующую медицинскую помощь. Восьмого числа в нашей больнице в связи с тяжелой эпидобстановкой по коронавирусу был открыт инфекционный госпиталь на 60 коек и 15 коек интенсивной терапии. Значит, этот госпиталь был основан, в госпитале работают сотрудники нашей больницы. Значит, у нас перепрофилировано терапевтическое отделение в инфекционный госпиталь. И очень хорошо, что все сотрудники проявили сознательность и согласились работать в инфекционном госпитале с коронавирусом. Я им за это очень благодарен. Они все прекрасно работают в этом госпитале. Мы оказываем помощь больным коронавирусам, которые имеют тяжелую сопутствующую патологию, коморбитную патологию. И поэтому больные очень сложные. Вести больных сложно. И поэтому наша специальность терапевтическая, мы стали инфекционистами, и мы им стараемся помогать в этой ситуации. Есть койки интенсивной терапии, где работают анестезиологи или аниматологи. В этом обслуживают эти койки. Значит, госпиталь открыт со всеми санэпид, со всей сохранением всей структуры санэпид-режима. Полностью. Есть красная зона, есть зеленая зона. Все сотрудники прошли обучение для работы в этом госпитале. Все владеют полностью, как себя вести, работая в нашем госпитале. Уважаемые десанты, я хочу сказать о том, что я понимаю, понимаешь, что такое коронавирус, когда перенес коронавирус. Я хочу, чтобы вы не переносили коронавирус, а себя просто оберегали от коронавируса, соблюдали все санитарно-эпидемические правила. Это ношение маски, перчаток, это мытье рук. Все мероприятия, которые позволяют избежать заражения коронавирусом. Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует...